Ребята, всем привет! Захотелось снять ролик про штрафы. Я уже оттаксовал полгода и сколько у меня за полгода их накопилось. Надоумил у меня один из знакомых снять такой видос после разговора с ним и обсуждения того, что наши общие знакомые считали мои заработки или расходы на определенную историю, связанную с такси. Я хочу развеять все эти чьи-то негодования и показать, сколько в реальности у меня было штрафов. Я не нарушаю, особо не гоняю и соблюдаю правила дорожного движения. Но иногда где-то я попадаюсь все равно. Так что давайте я покажу, что, где и как. Итак, продолжим. Плачу штрафы я через госуслуги, но мониторю через штрафы ГИБДД приложения в телефоне. Здесь, в принципе, внесены все штрафы, которые у меня были по моему водительскому удостоверению и по этой машине. Если только, возможно, тут нет каких-то старых, старых, прям очень старых штрафов с другой машины. Значит, всего штраф, которые у меня были, один висит неоплаченный и остальные. У меня их тут 9 штук. Заранее, сразу забегая вперед, я скажу, что всего их тут на сумму 5300 рублей. Но все я платил всегда со скидкой 50%. То есть, получается, 2650 это за полгода. Если это посчитать еще, делив на 6, примерно по 440 рублей каждый месяц на штраф. Так, значит, где и как я их получал? Москва, Садовая Триумфальная улица. Несоблюдение требований знаков или разметки. У меня, по-моему, несколько таких штрафов. То есть, проезжал я по выделенке, там поворот направо, я уехал вперед. Такие места бывают в Москве. Тысяча рублей Орликов переулок. Повернул, получается, со знака прямо налево ушел. Снова то же самое. Садовая Триумфальная. Все то же место. Еду по прямой. По выделенке. Вот оно, мое черное место. Носовиха. Когда с Амкадом мы съезжаем в Реутов, там камера. Я уже несколько раз ее пробовал по-разному проезжать. Потихоньку. Или останавливаясь, или полностью стоя, и потом продолжая путь. Вот, в общем, щелкнул меня на этой камере. Далее. Невыполнение требований об остановке перед вступлений. Там была такая ситуация. В железнодорожном я проезжал светофор, и гаишник меня тормознул. Говорит, ты проехал на горящий желтый. Я говорю, нет, я проехал на моргающий зеленый. Мы с ним спорили. Я катал минималки. Я говорю, окей, давай уже скорее к чему-то определимся. Он говорит, ну давай выпишем за стоп-линию. Я говорю, допиши уже, что хочешь. Вот. Несоблюдение требований об остановке перед вступлений. 800 рублей. То есть заплатил 400. Снова носовиха. Все то же место. Здесь я притормозил, так остановился. Очень краткосрочно. И поехал. Но при этом, пожалуйста, снова штраф. Точно так же. Горьковское шоссе. Превышение скорости от 20 до 40. Ну, это в принципе 250 рублей штраф. Здесь загружается фото. Пожалуйста. То же самое. С полосы поворота направо уехал прямо. Это проспект Мира. И сейчас висит еще один неоплаченный штраф. Это у нас превышение скорости тоже от 20 до 40 в Локоламское шоссе. Ну, где-то немного задумался, наверное. На пару километров проехал быстрее. В принципе, это все. За 6 месяцев таксования. Я думаю, что это совсем немного. Есть люди, которые и за месяц, может быть, по несколько пятитысячных штрафов только получали за остановку в неположенном месте, стоянку. Не знаю, не думаю, что нужно прямо рассказывать про все камеры, про все какие-то зоны парковки. Это уже многим известно. И об этом я и не хочу рассказывать. Так что, ребята, просто ездите, соблюдайте правила дорожного движения. Где-то, где можно, конечно, где нету камер, можно ускориться, можно чуть-чуть нарушить. Но при этом все в рамках адекватности. И чтобы это не вредило никому и не повредило ничего здоровья. Ну и в итоге хочется сказать спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, либо дизлайки. Это уже как хотите, как зашло видос. И все. Всем удачи. Ждем новых роликов. Также пишите в комментариях, у кого сколько штрафов за какое-то время, за месяц, за полгода, за год. У кого, не знаю, был рекорд. Давайте посмотрим в комментариях. У кого там за месяц больше всего штрафов было, наверное, это кто-то там связан с эвакуацией машины и отъемом документов, да, и машины, службой МАДИ. Короче, пишите. Буду отвечать вам.